запись. По поводу записи сразу скажу, друзья, что мы будем записывать, и потом еще выложим это видео на YouTube для тех, кто хочет посмотреть это еще когда-нибудь потом и в каких-то других местах. Что же, сегодня мы начинаем наше мероприятие, которое мы назвали «Как белорусам подменяют сайты» и «Про DNS-спуффинг». Собственно, поговорим об этом подробнее с нашими экспертами. Сегодня с нами будет разговаривать Михаил Климарев, IT-специалист, директор Общества защиты интернета из России, наш друг и коллега, который очень много об этом знает и занимается этой темой, расскажет нам немножко про то, что у нас происходит, и Алексей Козлюк из правозащитной белорусской организации Human Constant. Алексей специализируется на теме цифровых прав, цифровых свобод, знает все про персональные данные, и в том числе поможет нам разобраться, что вообще происходит у нас с этим DNS-спуффингом, законно ли это, какие нормы нарушаются либо не нарушаются. В общем, подробнее расскажет, в том числе, про белорусский контекст. Собственно, начать я хочу с того, чтобы показать, в принципе, как у нас работает интернет, потому что это такая отдельная тема, как работает белорусский интернет, и он работает не так уж просто. И дайте мне минутку, я с вами пошарю эту прекрасную историю. Да, я пока, может, тоже добавлю, что кроме того, что обсудить вообще, что происходит со спуффингом, из вот этим, ну, по сути, это новый метод, которым пользуются государственные провайдеры, ну, из КАЕ, там, те, кто стоят за государственными провайдерами. Вот кроме того, что мы просто узнаем, попробуем рассказать, что происходит еще, может быть, попробуем найти, как ответ на вопрос, а что делать обычным пользователям, ну, и в том числе, может быть, интернет-специалистам со всей этой ситуацией. Да, собственно, в интернете оказывают более ста интернет-провайдеров. Только два из них, Белтелеком и Национальный центр обмена трафиком, или НСОТ, имеют право подключаться ко всемирной сети напрямую. Все остальные провайдеры получают доступ от них, поэтому, когда вы открываете какой-нибудь зарубежный сайт, например, Facebook, запрос идет к вашему провайдеру, затем через каналы Белтелеком и ЛинцОТ покидает пределы Беларуси и через всемирную сеть попадает на сервера Facebook. Да, собственно, так это и работает. Это вводная работа, это вводная была важна для того, чтобы вы понимали контекст, почему все так, да, то, о чем мы дальше будем говорить, почему оно так и работает. Вот, так, извините. И, собственно, начнем мы с того, что, Михаил, я тебя попрошу рассказать чуть-чуть подробнее о том, что вообще такое ДНС, почему в нашем контексте это важно, потому что, возможно, не все наши, те, кто будет смотреть, понимают, как это работает, поэтому чуть-чуть вот такой простой, вводный, что такое ДНС, почему для нас это важно сейчас. Хорошо, я попробую вот совсем просто, что называется. На пальчиках. Да, на пальцах. На самом деле это не так просто, потому что для того, чтобы рассказывать, что такое ДНС, надо начать с того, что такое, собственно, интернет. Вот, интернет, давайте очень быстро, очень коротко просто переведу на язык предельной ясности. Интер – это между, нет – это сеть, интернет – это между сети. То есть интернет – это много-много сетей операторов, и, ну, может быть, не только операторов, они называются автономные сети. И они между собой связываются с другими сетями. У каждой сети в интернете есть несколько так называемых оплинков, каналов передачи данных, которые связываются с другими сетями. Собственно, вот на видео предыдущем там было показано, как сеть условного Белтелекома была подключена к сетям Фейсбука. Вот, как до него вот этот путь идет, он может быть совершенно разный. Разные операторы могут между собой не иметь какого-то такого логического обмена данными, поэтому они могут пойти третьим каким-то путем. Ну, то есть там к оператору, не знаю, там Телли Сонера, а Телли Сонера там, не знаю, на NTNT, только потом уже на Фейсбук. А что такое ДНС? Тоже надо тогда рассказать о том, что такое, наверное, самое простое. Рассказать о самом простом, что есть в интернете, это IP-адрес. Зачем нужен IP-адрес? Сеть штука большая, сейчас там порядка 4,5 миллиардов компьютеров в интернете есть. И как мы можем один компьютер отличить от другого? На самом деле достаточно просто. У каждого компьютера в интернете выдается специальный адрес. Он, собственно, называется IP-адрес. Интернет-IP расшифровывается как интернет-протокол. У каждой машины в этом случае должен быть адрес, конечно же, уникальный. Потому что если будут две машины с одинаковым совершенно адресом, то интернет-пакеты просто запутаются. И как от одной машины до другой машины построить путь? Интернет просто запутается и скажет, ну, блин, вот у нас случилась коллизия. Та машина, тот компьютер, который подключился первым с IP-адресом, он продолжит работать. А второго просто не будет подключен, потому что возникла такая коллизия. IP-адрес выглядит… их там две версии сейчас есть. Первая версия состоит из четырех байт. То есть это цифры от 0 до 255, так четыре раза через точку. Вот, собственно, версия IPv4 как раз и адресует… То есть вот в эти цифры, да, там, кто помнит математику, школьную математику, тот может там легко посчитать, что можно адресовать таким образом порядка 400 миллиардов компьютеров. Это адресное пространство уже закончилось, и там сейчас выдается уже в IPv6. Там уже побольше адресов. Там уже не байты используются, там уже целая машинная слова. Вот, там 32 байта, чтобы не соврать. Да, тут 4 байта, там будет 32 байта. Поэтому там число адресуемых компьютеров будет совершенно космическое. Но человеку, как бы, если вы хотите с одного компьютера попасть на другой компьютер, вам наверняка будет трудно запоминать эти все цифры. Они ничего для человека не значат, никто их запоминать не будет. Поэтому придумали такую штуку, которая называется DNS. Domain Name System. Это система распределения доменных имен. Как вы знаете, у нас есть доменные имена первого уровня. Ну, например, .ru, Россия, или .by, Беларусь. Это так называемый country code. Есть еще там generic, top-level домены. TLD их называют. Ну, в смысле, домен первого уровня. Это, например, com, borg, ну и так далее. За ним стоит домен второго уровня. Это домен второго уровня. Собственно, они покупаются. Вы, как пользователь в интернете, можете купить себе домен второго уровня, если он не занят, естественно, и использовать его по своему усмотрению. Назначить на него любой IP-адрес и подключить туда какой-то там интернет-сервис. Не знаю, может быть, веб-сайт, может быть, электронная почта. На самом деле, что угодно. Собственно, вот эта вот инфраструктура, которая занимается переводом человекопонятных слов, там, не знаю, беларусь.by, например. Ну, сейчас придумываю, да, конечно, доменные имена, в голову не приходят, как обычно. Когда вы набираете, ну, не знаю, пусть будет yandex.ru, вот. И вам вернет вместо yandex.ru, вам вернет какой-то IP-адрес, по которому ваш компьютер будет, собственно, обращаться уже в интернете, и вы получите вот эту первую страничку Яндекса. Собственно, все достаточно просто. Вот. Вот так вот, собственно, вот так вот работает ДНС. То есть, эта система, которая возвращает вместо имен, которые вы набираете с помощью клавиатуры, возвращает вам IP-адрес. У меня такая была аналогия, что это такая, знаешь, записная книжка, телефонная книга такая. Ты вводишь имя, а тебе возвращают, собственно, номер телефона твоему компьютеру, и ты переходишь, да? Да, типа того, но она все-таки немножко посложнее, чем телефонная книга. Телефонная книга – это ты ей пользуешься, ты как себе завел, так она у тебя и будет работать. Здесь нет, здесь эта книга ведется централизованно. Это база данных, да. Ну, если телефонная книга говорит, что это база данных, то и здесь тоже база данных, но она, конечно, сложнее, чем телефонная книга. Хотя бы потому, что ее ведет очень много людей. В домене RU регистрирует российский координационный центр доменных имен в зоне RU, так и называется. В Беларуси есть своя организация, которая регистрирует эти домены. В зоне COM, например, основной главный регистратор является такая корпорация, которая называется Verisign. Поэтому это довольно сложная такая инфраструктура. Она по определению должна быть централизованной, но поскольку конфликтов не возникало, когда мы набираем один и тот же домен, нас может перебросить на разные интернет-сайты. Это не только неудобно, это еще и опасно. Об этом мы сейчас и будем говорить. Да, собственно, давай к этому и перейдем. То есть мы сейчас сделали вводную что-то для нас, как она работает. И расскажи, пожалуйста, что мы обнаружили. То есть я опять же вводную сделаю, что у нас есть группа цифровых наблюдателей, телеграм-канал Забайднет, где мы стараемся отслеживать, что происходит в белорусском сегменте интернета. И вот наши цифровые наблюдатели, волонтеры кое-что обнаружили. Вот, честно, Миша, расскажи поподробнее, что это именно было. Да, давайте так сразу. Обнаружил, естественно, не я. Я не мог обнаружить. Я нахожусь в России физически, в городе Герой-Екатеринбурге. Вот, поэтому я точно ничего обнаружить не мог, потому что это все дело, естественно, происходит в Беларуси. Поэтому спасибо тем ребятам, волонтерам, которые занимаются вот этой на самом деле трудной и тяжелой работой. Она полезная, потому что мы сразу узнаем, что у нас происходит и чем это грозит, и чем нам это опасно. Итак, DNS-пуффинг, что это такое? Представьте себе, у меня есть на эту тему специально заготовлена картинка. Я вам сейчас попробую пошарить экран. Вот так показать вам. Видно сейчас, надеюсь? Да. Да. Собственно, тут на картинке нарисовано то, что я рассказывал перед этим. У нас есть клиент, который какой-то делает запрос к системе DNS. Ну, система DNS, естественно, крутится на каком-то сервере. И по идее, ну, то есть вот цифра 1 клиент делает запрос к реальному веб-сервису. DNS-сервер выдает нам IP-адрес к реальному сайту, к которому он должен обращаться. Он здесь вот тоже синеньким нарисован, этот реальный веб-сервер, веб-сайт. Вот. И в случае, если все хорошо у нас работает, все правильно работает, то мы обращаемся, собственно, к этому реальному веб-сайту. DNS-пуффинг обозначает подмену вот этого IP-адреса, когда вместо реального веб-сайта нам выдает какой-то фейковый веб-сайт. То есть это на самом деле, ну, по сути дела, это является некой хакерской атакой, когда вместо запрашиваемых данных вам выдается какой-то совершенно фейковый IP-адрес. Понятно объяснил. Чем это может грозить вообще на самом деле, сразу, как бы скажем, ну, вот если сесть и подумать, да, то на самом деле нам это может грозить много чем. Ну, например, мы, особенно если мы там в интернете не только там новости читаем, но и что-то делаем, например, не знаю, пользуемся банковскими системами, социальными сетями, чем-то еще куда-то отправляем, передаем данные, особенно личного какого-то характера, закрытого характера, то вот эти хакеры, ну, атакующие, они могут подменить вам сайт таким образом, что вы будете думать, создав свою копию, допустим, знаю, там, банка. Какой в Беларуси самый популярный интернет-банк, кстати, чтоб я знал? Ну, даже не знаю, интернет-банк, у Priora банка есть хороший. Например, да? Да, ну, например, Priora банк, да, мы обращаемся к Priora банку, но вместо того, чтобы нас отправить на правильный совершенно веб-сайт, ДНС, который заражен на атакованный ДНС, он нас отправляет на такой же Priora банк, куда мы заходим, он, естественно, там ничего нам делать не сможет, никаких денег пересылать не может, но он с удовольствием примет логин и пароль. Дальше, зная этот логин и пароль, ну, то есть вы отправили эти данные самостоятельно, зная этот логин и пароль, злоумышленник совершенно может легко подключиться уже к правильному банку, снять у вас все деньги. Ну, вот, как бы самый простой и самый незамысловатый способ использования вот таких вот технологий. С этим, естественно, в интернете борются, борются с всевозможными методами, например, используя несколько различных ДНС, которые между собой можно сравнивать, я покажу, как дальше это выглядит, вот, и используется так называемая система сертификатов или электронно-цифровой подписи. Вот, ну, вот, кстати, вот здесь вот видно, да, что я вот эту картинку скачал с сайта, это, собственно, вкладка в браузере, и вот здесь вот есть вот такая вот кнопка, замочек, и написано «Безопасное подключение». Видно? Головой кивните, чтобы я там не говорил то, чего не видно. Вот, «Безопасное подключение». Это обозначает, что вот этот сайт с этим IP-адресом, он зарегистрирован в каком-то удостоверяющем центре, на этот сайт, на этот IP-адрес выдан соответствующий SSL-сертификат. SSL обозначает «Security Server». Я забыл, как он называется, надо взять и просто погуглить, как он расшифровывается, потому что, ну, не каждый день, и эти аббревиатуры очень быстро вспоминаются. Не каждый день вспоминаю про SSL. Вот, но каждый день я смотрю на самом деле на вот эти сайты, да, и смотрю, чтобы вот у меня была здесь зеленая подпись, если она будет красной, там, подключение небезопасно, оно, допустим, не использует SSL. Вообще есть такие сайты до сих пор, их мало, но они, тем не менее, остались. И либо истек сертификат, он имеет, ну, это тоже можно на самом деле показать. Вот на KCDN, допустим, выдан сертификат, TAFT-RSA, это Южноамериканский удостоверяющий центр, выдан в 2018 году, и он истекает в четверг 30 сентября 2021 года в 17.00. Ну, то есть этот сертификат, он может протухнуть, да, ну, то есть он перестанет быть действующим. И, естественно, как бы владелец этого сайта должен постоянно подтверждать, что это именно его сертификат. Ну, и как бы за это, как бы, естественно, платятся деньги. Ладно, тоже не буду сейчас углубляться. Смысл в том, что на самом деле подмену сервера мы можем заметить, но надо быть предельно осторожным, если мы пользуемся интернетом, как ни странно, в Беларуси, потому что в Беларуси как раз такая штука возможная, как оказалось, и наши наблюдатели ее заметили. Показывай, да, теперь я правильно понимаю, как это выглядит. Да, давай расскажи поподробнее, собственно, что произошло, да, что там у нас есть, как это выглядит. Насколько я понял, есть несколько сайтов, которые не нравятся властям Беларуси. Вот, ну, в России таких сайтов тоже предостаточно, они тоже есть. Вот, и с этими сайтами белорусские власти как могут борются. Вот, поскольку в Беларуси вот всего два провайдера имеют право для трансграничной передачи данных, в Беларуси это сделать гораздо проще, чем в России. В России около тысячи операторов могут, ну, как бы, в настоящее время прямо вот не то, что могут, а у нас нет запрета такого на взаимодействие с иностранными операторами, поэтому у нас это могут, где может делать кто угодно, и таких операторов у нас порядка тысячи. Поэтому два, наверное, проще заставить исполнять какие-то дурацкие совершенно законы, чем тысячи операторов. Поэтому в России такого нет. Но в России строят суверенный рунет, это отдельная тема. Вот они именно хотят подвести вот под одну гребеночку, в том числе сделать, как в Беларуси. Так вот, все DNS-запросы, у них там есть свой протокол, у этих DNS-запросов. В принципе, пользователь может сам выбрать себе тот DNS-сервер, с которым он работает. Я настоятельно рекомендую использовать какой-то публичный DNS-сервер, которых там в интернете сейчас довольно много. Вот самые популярные из которых – это Google 3.8, 8.8, 8.8. Потом есть Cloudflare, это 3 единички. И Quad9, я не помню, там компания, как она называется, кто владеет этим IP-адресом. Это 3 девятки. Но есть и другие, на самом деле. Есть у Яндекса, например, свой собственный DNS-сервер, сервер, публичный DNS-сервис. Есть еще у кого-то. Делается это довольно просто. Так, а у меня слетела, да, демонстрация экрана? Да, тебе она еще нужна? Да? Да, она тебе, если нужна, то еще раз. Да. Наверное, давайте даже не так надо сделать. Мне надо остановить. Я покажу полностью целиком весь свой экран. Ничего такого нет. Так, а как весь? Это там у тебя на share screen. Посмотри. Я пока, наверное, скажу только, что домены, о которых мы говорим, то есть мы обнаружили эту штуку для нескольких всего доменов. Это домены голос2020.org, беларусь2020.org и голос беларусь2020.org. Также там есть домен tempail.com. Скорее всего, это какой-то ошибочный домен, который должен был быть tempmail.com. И в какой-то момент это также работало, то есть DNS-пуфинг работал для домена protonmail.com. Мы его фиксировали, потом перестали фиксировать, то есть его убрали из этого списка. Миша, продолжай. Сейчас я вам покажу, в каком месте включается именно DNS, да, сервер мы можем выбрать. У меня, к сожалению, Mac, да, на Windows там немножечко по-другому. У меня вот Mac, ну, в принципе, на самом деле, ну, почти одинаково работает и там, и там. Это в системных настройках, где мы можем поменять DNS, свой сервер. Это в системных настройках. У меня, в частности, сеть. Вот у меня есть подключение по LAN, ну, то есть кабелем, у меня есть подключение по Wi-Fi. Для них можно выбрать, наверное, свой собственный DNS. Кстати, не знаю, можно ли это сделать. Но это выглядит вот так. И в DNS мы, вот у меня сейчас здесь нет никакого другого IP-адреса. У меня сейчас DNS взят по умолчанию. Но я могу сюда совершенно спокойно добавить вот такой адрес. И теперь у меня будет, видите, DNS-сервер, теперь у меня будет использоваться три восьмерки. Я нажимаю кнопку. Так, а если я сейчас нажму, меня не сбросит, не выбросит? Интересно. Возможно, ты исчезнешь на какое-то время. Да, и хочу еще немножко это обратить внимание. Ты везде говоришь три восьмерки, три, но их же четыре. Четыре, да, естественно, четыре восьмерки. Но остальные, да, лучше запомню. Я не знаю, почему три восьмерки. У меня четыре, действительно четыре. Но у нас же четыре байта. Я же говорил об этом с самого начала. У IP-адреса. Вот. У меня, наверное, на Wi-Fi сделано так. DNS. Нет, у меня и на Wi-Fi тоже, оказывается, убран. Давайте я себе заодно поставлю. Здесь вот будет единички. То есть это еще раз. Вот просто вкладочка DNS. Найдите у себя на компьютере. И здесь просто DNS-сервер. Себе забейте там четыре восьмерки или четыре единицы. Кнопка применить. И все, у нас это все должно работать. Смотрите, я даже не отключился. Вот. Теперь вы знаете, как поменять DNS-адрес на своем компьютере. На телефоне это немножечко сложнее сделать, но на самом деле тоже можно. Вот. А что происходит, когда у нас вот этот самый спуффинг произошел? Сейчас я найду документ соответствующий, чтобы вам его тоже пошарить для вас. А все эти вещи, мы их, ну, как бы, не мы, не мы, конечно же. Я же тут просто выступаю со стороны, как бы, просто, как говорящая голова. Конечно же, наши волонтеры это все сделали. Вот. Они написали такой огромный документ. Он пока сырой. Я думаю, что его потом, в конце концов, он будет опубликован. Я правильно, да, говорю? Да, я думаю, что даже после мероприятия примерно мы это опубликовали в своем сайте. А, то есть он уже готовый, да? То есть вот есть, собственно, документ, в котором все написано. Вот то, что там, что такое DNS, что происходит, переход по URL и так далее. Вот. И, собственно, это выглядит следующим образом. Была использована команда DIG. Это специальная утилита, которая как раз позволяет проверить, что там выдает нам DNS сервера. Это, ну, это просто утилита. Она стандартная, по-моему, входит стандартно в Linux. И на Mac'ах ее нужно подгрузить. Возможно, такая же подобная команда, подобная утилита существует под Windows. Но, честно, не знаю. Я Windows не пользуюсь уже очень давно. Я просто-просто не знаю. Правда. Возможно, она существует такая же. Собственно, с помощью этой утилиты было проверено. Это, по крайней мере, сделаны скриншоты именно для сайтов «Голос Беларусь.ру». И была осуществлена проверка для DNS-сервера 4 восьмерки. Вот здесь вот видно 4 восьмерки. Вот «Голос Беларусь 2020.орг» и DNS-сервер взят 4 восьмерки. В ответе вот этот «Голос Беларусь 2020.орг» нам выдавал IP-адрес 127.001. 127.001. Те, кто занимаются хоть чуть-чуть, что-то понимают в компьютерных сетях, они знают, что это IP-адрес «Локал Хоста». То есть это такой специальный забронированный специальный IP-адрес, который автоматически обназначается машине, которая, собственно, заходит в интернете. То есть если вы хотите обратиться на свою собственную машину, вы набираете вот такой адрес. Ну или просто можно написать «Локал Хост», и его вернет вам, все равно, собственно, будет подключено именно к этому IP-адресу. Что это значит? Это означает, что DNS был изменен, в том числе, ответ DNS был изменен, в том числе для DNS-сервиса Google, уличного DNS-сервиса Google, 4 восьмерки. То есть была изменена информация о том, как… Ответ, короче, да, как же объяснить-то? Смотрите, еще попробую, забыли все, сейчас попробую. Смотрите, мы пишем адрес «Голос.дефиз.беларусь2020.org». По идее, нам должен вернуть какой-то IP-адрес, и мы должны зайти, ну, наш компьютер, обратившись по этому IP-адресу, нам выдает какую-то соответствующую веб-страничку. В данном случае этого не происходит, потому что нам возвращается не тот адрес, который нам нужен был, а выдается адрес «Локалхост». То есть, по сути дела, мы с помощью… Когда мы набираем «Голос.беларусь2020.org», нас возвращают на нашу собственную машину. А так делается тогда, когда мы хотим что-то заблокировать, какой-то сайт в интернете. То есть это еще один из способов блокировки этих ресурсов. Вот. Но никто не мешает вот вместо 127.001 нам подставить вообще любой IP-адрес, который там будет, ну, не знаю, он будет совершенно фейковый, и он будет собирать, как минимум, то, что вы обратились к этому адресу. А как максимум, если вы там возьмете еще и заполните какие-то данные, отправите туда свои данные, то это будет известно вот тем самым злоумышленникам, которые это все организуют. Как это выглядит на самом деле? Какой адрес должен выдавать, IP-адрес должен выдавать на самом деле? Я сделал то же самое для того места, где я сейчас сижу. То есть вот у меня та же самая команда «DIC». У меня есть четыре восьмерки голос-беларусь-2020.org, и он нам выдает такие IP-адреса. То есть это 133324213. Там вот есть несколько у них ответов, несколько хостов еще есть. Но вот DNS-азапись, она у нас должна отправить вот на этот адрес. Можно попробовать без указания конкретного. То есть сейчас будет отвечать DNS-сервер, который установлен у меня по умолчанию. У меня по умолчанию установлен DNS-сервер Ростелекома. Там ответ немножко побольше, он там больше служебной информации. Ее как-то можно убрать, я не знаю как, не помню. Но он выдает нам, тем не менее, тот же самый IP-адрес. Если я подключусь сейчас к… Вот я сейчас этого точно делать не буду. Например, я подключусь, у меня сейчас отключен VPN. Ну, просто я проверял, специально отключился. На самом деле я рекомендую, конечно, VPN пользоваться всегда. Если я подключусь сейчас к VPN, то мне, по идее, тоже выдаст другой адрес. Но если я подключусь по VPN в Беларусь, то мне будет выдан адрес 127.001. Понятно объяснил? Понятно объяснил. Я только уточню, что он будет выдан для тех пользователей, для пользователей тех провайдеров, которые выходят в мировую сеть через НЦОТ. Потому что на серверах Телекома, Белтелекома, мы такого не наблюдали. То есть это проблема конкретно для тех, кто выходит через НЦОТ. Я тоже тут немного добавлю про то, как у нас организованы блокировки. Потому что это, опять же, не очень обычная ситуация для Беларуси. Потому что у нас, опять же, по законодательству процесс блокировки выглядит примерно так. То есть сначала Министерство информации согласует, утверждает решение о внесении какого-то ресурса в список заблокированных. После этого в этот ресурс попадает в специальный список, в специальный реестр. То есть электронная система, к которой имеют доступы все провайдеры белорусские. То есть они, кажется, пару раз в день должны выгружать этот список у себя и своими средствами, своими методами блокировать. Обычно это блокировка по какому-нибудь IP-адресу, может быть, еще какие-то URL, либо IP-адрес. То есть каждый провайдер самостоятельно решает, каким образом блокировать сайты. А здесь мы видим совершенно другую историю, когда фактически инфраструктурный провайдер, который сам не оказывает напрямую услуги пользователям, вводит вот такой инструмент блокировки. И, опять же, я как юрист смотрю только на то, что это не совсем соответствует той инструкции, тем постановлениям, которые принимают государственные органы, описывая процедуру блокировки. Поэтому, скорее, это какой-то тестовый режим. И больше всего нас беспокоит, скорее, не то, что таким методом блокируются сайты. Потому что, опять же, если не так, то они бы блокировались по-другому, средствами самих операторов. Нас больше беспокоят все же потенциальные возможности этого метода, не только по блокировке сайтов, но и другим неприятным вещам, о которых мы дальше поговорим. Да, то есть, как бы, есть разные методы блокировки. И обычно блокировка, насколько у нас это обычно бывает, насколько с чем мы встречались, блокировка происходит так, что провайдер блокирует, и при заходе пользователь видит сообщение о том, что, извините, ресурс заблокирован. 127.2.0.1 – это какой-то не совсем типичный, наверное, ответ, хотя это тоже метод блокировки. Но тут вопрос, скорее, в том, что DNS подменяется именно на уровне НСОТа. Миша, может, расскажи поподробнее, что это значит на практике? Да, на практике это обозначает, опять же, я об этом рассказывал, чем нам грозит подмена, ну, собственно, спуфинг, это переводится в слово подмена, чем нам грозит подмена ответа DNS. В данном случае еще и подменяется ответ не просто… То есть, смотрите, если бы этим DNS сервером владел, допустим, НСОТ или Белтелеком, и он отвечал неправильно, я бы это понимал. То есть, они просто… Это неправильно, на самом деле, да, тоже не очень корректно это делать так, потому что это просто опасно. Если они уже делают это, значит, это могут сделать и какие-то другие жулики, бандиты и хакеры, да. Ну, то есть, там, украсть уже деньги у вас могут. Но, тем не менее, это понятно архитектурно. Если ваш DNS сервер, и он отвечает неправильным IP-адресом, это понятная штука. Здесь же еще хуже, да. То есть, мы обращаемся к DNS серверу Google, и он нам ответ приходит неверный. Вот этот ответ, он приходит неверный, он приходит искаженный. То есть, по дороге, вот ответ… Ну, то есть, мы отправили запрос к Google серверу, по дороге он нам начинает отвечать, но по дороге его перехватывают этот пакет, его изменяют и отправляют нам. Это очень плохая практика в том смысле, что, если они могут это делать, они могут подменить на самом деле что угодно. Соответственно, нам надо очень внимательно еще рассмотреть, то, какими интернет-ресурсами мы пользуемся в Беларуси вообще, в целом. Это просто отвратительная практика, и среди операторов за DNS-спофинг, вот именно за такой, особенно еще и чужих, ответ чужих DNS-серверов, ну, за это просто бьют лицо. Ну, и ладно, не бьют лицо, за это, ну, не знаю, там, канделябрами как бы загоняют по комнате. Вот, это очень плохая практика, так делать нельзя. И вот эта практика, мы ее наблюдаем, что она вот просто вот появляется в Беларуси, как никто об этом ничего не говорит. Поэтому сразу, как бы, когда я узнал об этом, сразу надо, собственно, делать заявления, наверное, какие-то о том, что белорусский провайдер, не надо так поступать, это некрасиво. Леша, может быть, ты добавишь немножечко? Да, ну, опять же, самая основная проблема, которую мы видим, опять же, я не технический специалист, поэтому здесь доверяюсь полностью мнению коллег по поводу того, ну, тех возможностей, которые открывают перед госорганами, перед силовиками, вообще эта методика. Потому что мы же сейчас говорим не про действия какого-то отдельного провайдера, потому что DNS-спуффинг, например, в целях показа рекламы или каких-то еще таких чисто коммерческих активностей, ну, не совсем легальных, может быть, там где-то серых коммерческих активностей, DNS-спуффинг применялся много где. То есть на этом ловили многих интернет-провайдеров, но здесь мы как раз говорим про государственного интернет-провайдера и про цензурирование, по сути, общественно-политической информации. И это значит, что здесь уже намного, ну, как-то ставки намного более высокие. То есть еще там в 2009 году тот же ICANN, то есть это некоммерческая корпорация, которая как раз занимается, собственно, один из стейкхолдеров по управлению интернетом, они выпускали заявление о том, что DNS-спуффинг недопустим. Ну, и приводили, собственно, те аргументы, почему. Ну, то есть начиная от нарушения, в принципе, нормальной работы сети, то есть фрагментации DNS-пространства, ну, и заканчивая тем, что это серьезные вопросы для privacy, и в том числе возможность отслеживать пользователей и подменять информацию, в том числе, ну, как-то давать информацию, которая может быть потенциально опасна для пользователей. Что значит потенциально опасна? Ну, то есть ладно, хорошо подменят. Ну, как бы сейчас в Беларуси что происходит? То есть мы заходим на сайт, получаем ответочку, что, ну, вот ошибка. Но могли бы по-другому сделать. Могли бы, собственно, сделать такой же сайт, только, например, с незащищенным подключением, перенаправить на него и там выманить какие-то данные, ну, например, там телефоны, какие-то еще сведения от людей. Потом как-то и против тех же самых людей это использовать. Либо, например, я бы хотел привести пару примеров, ну, трех-четырехлетней давности, когда в 17-м году, в 17-м году и там чуть позже наблюдались похожие истории в Турции, в Египте. Ну, и, соответственно, турецкий кейс, он такой немного распространялся на Сирию, поскольку там в это были вовлечены как раз-таки провайдеры турецкие. Вот там как раз та же самая методика, абсолютно та же самая, применялась для того, чтобы, когда пользователи заходили на обычные сайты, например, с интернет-утилитами, могут быть там тот же Сиклинер популярный, то есть утилита для очистки компьютера от всякого мусора или там другие утилиты, которыми пользуются, ну, фактически миллионы людей. Вот когда пользователь заходил на этот сайт и пытался скачать файл, вместо настоящего файла шла подмена, и пользователь скачивал файл, зараженный вирусом. И таким образом, конечно, очень сложно оценить масштабы, то есть сколько пользователей пострадали от этого. Но, тем не менее, очевидно, что много. То есть это, кажется, расследование Citizen Lab, мы на него тоже дадим ссылку о том, как, ну, по сути, под руководством властей компьютерных людей инфицировали. Вопрос, может ли такое произойти в Беларуси? Ну, то есть да, сейчас мы получаем просто ошибку. Может ли, могут ли в Беларуси подменять файлы для того, чтобы инфицировать компьютеры людей? Ну, я бы сказал да, и теоретически, и практически. То есть это не так уж сложно технически, насколько я понимаю. И с точки зрения, с юридической точки зрения, да, тут тоже есть серьезные опасения. Потому что, ну, как бы оставим даже в стороне правовой дефолт, который сейчас в Беларуси. То есть даже если это происходит вне закона, то доказать ничего нельзя. То есть с теперешним состоянием судов, прокуратуры и так далее. Но, в принципе, мы видели, что зимой, да, в декабре, были приняты новые изменения в закон о оперативно-розыскной деятельности, который в том числе разрешает, в общем, подкладывать людям, пользователям на девайсы шпионское программное обеспечение. То есть фактически даже, в общем, такая вот лазейка для силовиков создана. То есть они могут, прикрываясь этим законом, заражать компьютеры любого белоруса или белорусский. Ну и, кстати, не только. Ну, в данном случае это касается именно пользователей, пользователей, которые выходят в интернет через нескольких провайдеров, которые используют инфраструктуру НЦОТа. Ну, опять же, никто не мешает это сделать на Белтелекоме, и тогда будет покрыто, по сути, все, будут покрыты все пользователи Беларуси. Вот. И с этим сделать достаточно сложно что-то, потому что узнать об этом можно только случайно. Защититься от этого можно. Я думаю, что мы об этом тоже поговорим. Как от этого защититься? Но вот проблема, например, моя как юриста, в том, что я не знаю, как это оспорить. То есть куда нужно пойти в Беларуси, как минимум, для того, чтобы, во-первых, узнать, делается это или нет, а во-вторых, попробовать эту практику остановить, потому что она абсолютно неконтролируемая, то есть она не публичная, об этом никто не скажет. И это, знаете, вообще как-то поднимает одну главную проблему интернета. То есть интернет основан на доверии, и в принципе любая цифровая трансформация основана на доверии. Как только это доверие теряется, никакие электронные сервисы, ничего из этого уже не работает. То есть, по сути, если мы не можем доверять той информации, которую получаем в интернете без использования таких средств, типа VPN или других средств защиты от таких практик, то, опять же, любая информация, которую мы получаем официально, любые государственные сайты и так далее, мы потенциально к ним относимся как к вредоносным источникам. Ну и любые действия государства в интернете мы вправе воспринимать как попытку причинить нам, как пользователям вред. И я не знаю, чего, в общем, пытается добиться белорусское правительство и регуляторы, и, собственно, вот эти государственные провайдеры, но на практике это вот выходит так. То есть пользователям остается только самозащита. Да, давай я добавлю буквально пару слов, чисто технических. Вот тот кейс, который ты описывал с Турцией и с Египтом, он был осуществлен на том же самом оборудовании, которое сейчас стоит, собственно, в Беларуси, с Эндвайн. Вот. И это как бы, ну, тоже как бы говорит нам, да, что на самом деле они могут. И по поводу юридической именно составляющей еще хотел бы сказать. На самом деле, когда государство ведет себя как бандит, это дает, собственно, сигнал и бандитам, чтобы, ну, продолжим, как бы раз государство себя так ведет, то уж мы-то как бы тут вообще не при делах, да, то есть мы там совсем белые, пушистые. Поэтому, ну, просто вот на месте белорусских властей я бы задумался вот о чем. А кто будет контролировать вот этот самый МЦОТ? И почему вы думаете, что вы лично обезопасены, ну, как бы, обезопасены, да, не русское немножко слово, от такого же поведения, того же самого МЦОТ? Ну, я имею в виду вот что. Если МЦОТ может подменять ДНС Гугла, и это делает достаточно легко для огромного количества абонентов, почему вы думаете, что они не делают то же самое для, не знаю, вот для тех самых силовых структур, для министерств, ведомств, для конкретных пользователей и не воруют просто у вас какие-то данные, не грабят вас, не воруют ваши деньги. Вот как вы можете доказать теперь о том, что они не делают это для вас? То есть эта штука, она как бы работает на всех, да, то есть там невозможно отделить вот этим плохим белорусам и подменим ДНС, а вот этим хорошим белорусам мы ДНС поменять не будем. Вот, так сделать невозможно. Да, я, конечно, согласна, что эта проблема, она вообще более масштабная, чем просто подмена там трех ДНС-ответов для нежелательных сайтов, тем более ее можно там обойти каким-то образом, но, как я понимаю, это такой звоночек к тому, что все может быть гораздо хуже. И обычный пользователь, который, возможно, там не пользуется VPN-ом, не обращает внимания на этот замочек вверху, он может даже не заметить пойти там по стандартному своему пути на какой-то свой сайт и не заметить, что что-то произошло, и что произойдет дальше, что ему внедрят, какое там шпионское ПО, кейлогеры, все что угодно на самом деле может быть. Я, кстати, еще хочу напомнить, что подобная история уже была как раз-таки с этим многострадальным голосом. Леша, возможно, ты помнишь, летом как раз вот 9 августа, в день выборов, тоже был DNS-пуффинг, тоже была подмена конкретно сайта голоса, и там была какая история, что люди заходили на сайт, попадали на фейковый сайт, где он был очень похож, но там еще было поле что-то типа «введите свой номер телефона» для того, чтобы внести свой голос. И таким образом все, что делали на тот момент, это собирали номера телефонов, но очень быстрая информация разошлась там по телеграмму, по каналам голоса, и людей предупредили о том, что туда не стоит ничего вносить, и быстренько там разобрались с DNS-сервером. Но в целом, если это не так очевидно, если все очень похоже, сайтик похож, все одинаково выглядит, то пользователь может этого и не заметить. И что будет дальше, какие данные у него украдут, что у него выманят, кого ему подселят, а может быть даже это не конкретно пользователю, потому что иногда же атаки бывают опосредованы, то есть мне что-то подселят, чтобы выйти на кого-то другого. Да, мне там какой-то вирус посадят, чтобы найти мои контакты и найти кого-то другого. Поэтому тут проблема, конечно, гораздо глобальная. Сейчас ситуация выглядит как, что государственный провайдер, монополист, у которого там половина как минимум трафика, подменяет для своих пользователей DNS-ответы. И это НСОТ, он делает, у него же как бы еще свои провайдеры покупают интернет. То есть как минимум это абоненты А1, МТС, деловой сети и еще менее крупные провайдеры покупают интернет, так сказать, у НСОТа. То есть все их пользователи видят вот то, что делает НСОТ на своем оборудовании при помощи этого многострадального сэндвайна. Мы поговорили немного о рисках. Есть ли еще что-то, вот какие еще могут быть модели рисков в использовании данной технологии? Миша, Леша, может быть, вы что-то можете еще вспомнить или сказать? Ну вот я хотел у Миши спросить по поводу того, что ведь таким же образом можно достаточно быстро блокировать не просто там, вот сейчас, допустим, в нашем списке там несколько тысяч записей, да, списки для блокировок. Но таким же образом теоретически можно там создавать как раз-таки вайт-листы, да, то есть список сайтов, к которым есть доступ, а ко всем остальным просто вот на уровне этого инфраструктурного провайдера просто выключать доступ в один клик. Да, это можно. Это сразу можно будет называть, что это еще один там частный случай интернет-шатдауна. Вот, и да, можно делать так. Да, на самом деле, если вы умеете подменять вот эти вот все ответы, вы можете делать, на самом деле, что угодно, да, то есть можете подменять, можете переадресовывать, можете там захватить сайты, там, не знаю, вместо Adidas, Buy, там, не знаю, продавать Nike.com, что угодно можно сделать, не знаю, мне в голову ничего не приходит такого. Вот, но если я посижу, подумаю, да, вот имею вот эти возможности, если я буду думать именно о том, как сделать жизнь белорусов в интернете невыносимой, я придумаю, как это сделать. Ну, вот я боюсь как раз-таки, что сейчас много ребят сидят и думают, как сделать жизнь белорусов в интернете невыносимой. И вот это вот как-то попытка потестировать на нескольких сайтах, просто это нужно очень серьезно отслеживать, потому что это сейчас кажется, ну, как бы такой, ну, подумаешь, несколько сайтов, Но они и так заблокированы. Но, опять же, если люди будут больше понимать о том, какие у этого могут быть перспективы, то, наверное, опасений должно быть больше. То есть мы же тоже в какой-то момент думали, ну окей, хорошо. Вот как бывает иногда во время массовых мероприятий, ну как-то будут делать что-то с интернетом. В итоге получили вот с 9 по 12 августа мы получили шатдаун. Как раз-таки благодаря тому, что у нас НЦОТ и Белтелеком являются вот такими как-то монополистами, инфраструктурными провайдерами. И все это контролируется государством. Вот мне кажется, как мы тогда не были полностью готовы к ситуации августа, вот, возможно, сейчас, наверное, стоит об этом думать чуть наперед. Вот давайте, может, про то, как думать, что делать. Давайте подумаем, что можно сделать. Ну вот, Миша, скажи, какие есть способы у пользователей защититься от этого, на что нужно обратить внимание, что установить, о чем подумать? Ну, давайте так, ну, прежде, ну, как бы сам пользователь, да, прежде всего должен, ну, лучший способ, это все-таки образование, да, против всяких вещей. И хороший пользователь, это не мертвый пользователь, а пользователь, который умеет пользоваться тем, что он пользуется, простите, у меня даже такой тавтологии. А, что я загнул, простите. Вот, ну, учиться прежде всего, да. Ну, вот о том, что я сказал, обращайте внимание вот на этот замочек, если замочек не замкнут у вас в адресной строке, это прям, прям вот звоночек-звоночек, да, то есть это не просто замочек, это звоночек. Вот, на него прям внимание обращать. Второе, что может сделать пользователь вообще, это, конечно, пользоваться VPN. Вот сейчас VPN, мы в России, на самом деле, то же самое уже говорим, это не просто вот обход блокировок, обход каких-то вещей, это вот прям вот уже уровень, на уровне вот гигиены, личной гигиены, да, то есть вы же чистите зубы по утрам. Нет, вы, конечно, можете не чистить, да, без зубов останетесь, вот, но вы же чистите по утрам зубы, вот, и точно так же надо всегда просто пользоваться VPN всегда. Объясняю, почему, и что еще это грозит. Дело в том, что это не только обход блокировок, это еще сокрытие своего поведения в интернете от вот этих глаз, немножко нескромных. Потому что, смотрите, раз они могут подменять ДНС, они не могут, ну, не отслеживать ваши запросы все, да, как минимум все запросы. Вот, и на самом деле, если они даже не подменяли эти запросы, они могут все равно брать и записывать для каждого пользователя, вот по каким сайтам он ходил. То, что они там по сайтам, то, что вы там писали и там обменивались какой-то информацией на сайтах, на которых вот этот замочек включен, они не могут физически, да, то есть там криптография, там все зажифровано, они это прочитать не могут. Но они могут показать и доказать тот факт, что вы ходили на какой-то сайт. Так вот, когда вы пользуетесь ДНСом, ой, господи, все у меня уже, VPN, конечно же, когда вы пользуетесь VPN, вот эти все данные, да, куда вы ходили, какие сайты вы посещали, они из Беларуси уходят вот в ту страну, где стоит выходной сервер VPN. Там в разных странах к этим данным разные совершенно абсолютно отношения, чаще всего им плевать, ну, допустим, в таких странах, как Финляндия, у них прямо вот нет никаких запретов для того, чтобы не писать эти логи. Во Франции, в Германии, по-моему, операторов есть обязанности записывать эти логи. Ну, то есть, не само данное, которое вы передаете, повторюсь, а сам факт обращения к какому-то интернет-ресурсу. Миша, я тебе, ну, дополню, в Беларуси провайдеры обязаны как минимум в течение года, а в некоторых случаях там и до трех лет, данные обо всех подключениях всех абонентов в Беларуси. Вот, ну, это именно оно, да. Подключены по паспорту, это значит, что за нами, за всеми очень внимательно следят. Поэтому VPN, прежде всего, VPN, еще раз VPN. Пользуйтесь VPN. Да, это дорого, да, он не всегда удобен, да, качество связи иногда снижается. В тех случаях, когда вы прям знаете, что вам лучше бы, наверное, не знал бы никто, что вы ходите на этот сайт, включайте VPN и спокойно спите потом по ночам, не дергаясь, не подпрыгивая никуда. А лучше пользоваться постоянно. Хотя, да, я тут согласен совершенно, что качество связи, конечно, хуже будет. Ну, просто по определению, или вы прямо к какому-то ресурсу обращаетесь, или вам приходится там где-то через страны какие-то проходить и в других местах выходить. Плюс там ко всему, там удобство пользователя, пользование, конечно, тоже портится. Там автоматическое определение позиционирования. То есть вам выдаст там Минск, там, не знаю, какой-то магазин, он прямо выдаст страну и город, где вы находитесь. Вот это может быть не работать. Но что делать? Вот раз государство ставит нас в такое положение, я думаю, что VPN надо пользоваться всегда. Это как зубная щетка. То есть нас спасет VPN и замочек в строке браузера. VPN и замочек. Это вот с точки зрения пользователей. Но есть еще варианты. Вот, я бы тоже хотел о них отдельно поговорить. Если вы как бы сочетите, что уже пора. Да, давай. Вот здесь как раз важно говорить не только про то, что должны делать пользователи, но, опять же, вопрос, а что при этом делают те самые провайдеры, которые получают у себя вот такую историю. Ну, то есть они как бы еще и деньги за это платят и с нас, как с абонентов, деньги дерут. Вот. С ними потом, вот с теми же там ребятами ICANN и прочие инженеры, по как-то инженеры, которые занимаются развитием интернета. Ну и вот и прочее, прочее, прочее. Вот что с этими ребятами совсем делать? Инженеры, которые занимаются развитием интернета. Эта организация называется ITF. Internet Engineering Task Force. Как перевести это уже на русский? Команда по развитию интернета, собственно. Команда инженеров по развитию интернета. Да, ты прав. Вот. Да, тут что-то пишут в чатиках уже, да, что говорят, утверждают, что в Беларуси польские VPN-ы работают быстрее, чем в Беларуси, собственно. Ну, я поверю на самом деле, потому что там же куча VPN-ов этих слов, VPN-ов, DPI-ов стоит, и проходя через DPI, там что-то там постоянно ломается и так далее. Это в России это тоже как бы будущее, тоже, скорее всего, будет. Вот. VPN будет работать быстрее, чем прямой линк. Вот. Что можно сделать? Ну, я думаю, что, наверное, нужно будет оповестить все правозащитные организации интернета, что в Беларуси сложилась вот такая ситуация. То есть я предлагаю написать какое-то письмо, официальный запрос, хотя бы в AccessNow. Это как раз вот именно такая организация, которая занимается защитой прав людей в интернете. Вот. Я думаю, что возможно будет, надо обсудить, наверное, будет уже с юристами, с международниками, кто занимает какое-то обращение к интернет-корпорациям за то, чтобы следили внимательнее за белорусскими ресурсами. К удостоверяющим центрам, наверное, тоже такое обращение, надо сказать, потому что есть факт уже подмены ДНС. Соответственно, там могут быть и факты подмены, в том числе и сертификатов. То есть для того, чтобы к белорусским компаниям, белорусским запросам из Беларуси удостоверяющие центры относились более внимательно. Там Wildcard какие-нибудь там не выпускали без подтверждения пользователей и там еще что-то такое. Ну, в общем, на самом деле, просто чтобы внимательно относились к этому. Вот, и еще как раз вот обращение к ETH, это о том, чтобы поскорее, наверное, и к не только к ETH, на самом деле, а к крупным интернет-игрокам, наверное, так это назовем, Google, тот же Cloudflare, Mozilla Firefox, к производителям браузеров, к производителям мобильных телефонов, операционных систем для мобильных телефонов. Ну, соответственно, получается опять тот же самый Google и Apple. А с тем, чтобы они быстрее начали бы организацию, внедрение вот этой новой системы криптографии, которая сейчас называется Encrypted Client Hello. Это называется. Вот. Тоже давайте я включу сейчас демонстрацию экрана. Вот я об этом говорил уже, что существует такая организация, она называется ETH, Internet Engineering Task Force. Это те ребята, те самые ребята, которые делают стандарты для интернета. То есть это вот, собственно, здесь придумываются все стандарты, они называются RFC. И, собственно, вот есть такой RFC, он, кстати, вот как бы Cloudflare предложен, который сейчас будет называться Encrypted Client Hello. Это технология, которая позволяет зашифровать все запросы к DNS в том числе. Ну, то есть вот у нас есть зашифрованные сайты, да, когда мы замочек этот видим. Вот. А вот эти все запросы, они идут не зашифрованные. Ну, потому что как бы раньше не было смысла их шифровать, а потом, чтобы их зашифровать, нам нужна специальная будет инфраструктура, которая это дело умеет шифровать. Вот. А сейчас это сделать невозможно, вот при том, при существующем интернете. Так вот, вот этот новый стандарт Encrypted Client Hello, он позволяет шифровать в том числе все запросы, с которыми пользователь обращается к DNS. Ну, к любому, да, не только там, а вообще к любому DNS. Таким образом, и ответ он тоже получает в зашифрованном виде. Таким образом, его подменить будет нельзя технологически. Вот. Но здесь встает тонкость такая. Раз его нельзя будет увидеть этот запрос, нельзя будет получить этот запрос, в итоге интернет-провайдеры увидят вместо конкретных доменных имен, они увидят только набор IP-атресов. Этих, набор этих IP-атресов, он может быть достаточно широк, потому что современная интернет-страничка сейчас, она обращается не только к конкретному DNS-ресурсу, к интернет-ресурсу, она собирает много-много из разных, самых разных источников, вот там CDN-ов, заканчивая какими-то там, не знаю, массовыми хранилищами каких-то там библиотек, там, там, JavaScript-библиотек. Это все из какого-то одного хранилища. Поэтому один сайт может обращаться там к очень многому, к большому числу других ресурсов. И для интернет-провайдера это будет видно, что именно запросы к каким-то IP-адресам, но к каким IP-адресам, зачем IP-адресам, что там конкретно будет передаваться, это интернет-провайдеры видеть не могут, не смогут увидеть. Поэтому я бы как раз сейчас с помощью того же AccessNow я бы обратился к крупным разработчикам, интернет-разработчикам, с тем, чтобы они ускорили внедрение этой технологии. Она не только в Беларуси важна, она в том числе и в России скоро очень-очень потребуется, потому что у нас все идет по тому же самому плану. Вот она потребуется, однозначно совершенно требуется уже в Казахстане, там точно такая же ситуация. Где еще? Ну и на самом деле в других странах, там типа Ирана, Средней Азии, вот это все, Ближнего Востока и так далее, в Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, это везде все используется. Вот эта технология на самом деле нужна для того, чтобы сделать интернет безопаснее и надежнее. Миша, а скажи, а провайдеры, которые белорусские провайдеры, могут ли с этим что-то сделать, ну, не знаю, инфраструктурно? Вообще интернет на самом деле с самого начала, там давно-давно еще, да, там был такой принцип, там, если на русский переводить, это было что-то такое, типа умный край, простые сети. То есть сами сети должны были быть простыми, да, а вся обработка информации должна была выполняться на компьютерах, которые к этой сети подключаются. Ну, то есть они как бы с краю находятся. С краю у нас находится компьютер пользователя и сервер, да, к которому мы обращаемся. То есть вся информация на самом деле должна обрабатываться вот на этих двух, ну, не на двух вообще, да, вот именно на краю сети. А сама сеть должна просто брать пакет и передавать его дальше, да, там, то есть она должна доставлять эти пакеты. Вот, и если как бы руководствоваться этим принципом, он давно уже, кстати, сломался, этот принцип, ему не следует, но вот я считаю, что пора бы вернуться уже к этому с тем, чтобы вот как раз интернет-провайдеры перестали вмешиваться в ту информацию, которую они передают. В реальности нормальному обычному интернет-провайдеру это, конечно же, не нужно. Их заставляет это делать государство, как правило. Ну, то есть всякими законами дурацкими, в том числе не только в наших странах, но и там вполне себе демократических, типа вот перечисленных Францией и Германией, где там тоже обязывают хранить вот эти все метаданные. Оператор обязывает хранить эти все метаданные. Вот, но после внедрения этой технологии, хранение этих метаданных, оно станет бессмысленным, потому что у них никакой значимой информации не будет. Там будут просто наборы цифр. Нет, можно распутать, да, я как бы цепочку. Вот, но дело в том, что там на одном интернет-ресурсе может быть несколько, на одном, точнее, IP-адресе может быть очень много интернет-ресурсов, и к какому конкретно вы обращались, мы это, оператор об этом узнать не может физически. Вот, поэтому помешать они не смогут, если вот эту новую технологию ESH, да, она будет называться, Encrypted Client Hello. Раньше ее называли ESNI, вот, теперь она немножечко по-другому будет называться. Вот она, если будет внедрена, то провайдеры с этим ничего сделать не смогут, потому что вся обработка будет делаться в браузерах. Ну, то есть, получается, у нас как бы два пути. Первый – это самозащита, пользоваться VPN-ами и внимательно смотреть на сайты. И второе – это вот ждать и как-то пинговать вот эти международные организации, чтобы они что-то предпринимали. Да, там проблема существует. Ну, как бы инженеры, они же, ну, они что-то делают, какие-то хорошие вещи, но понятно, да, что там это вопросы менеджмента, вопросы управления, они там сразу встают в полный рост. И сейчас идут вот большая очень дискуссия идет о том, что надо это, не надо. Это как бы нам ESH этот самый, да, Encrypted Client Hello. Вот, надо просто сказать, что это действительно надо, да. То есть, пока инженеры там между собой с менеджерами ругаются, да, у нас умирают люди буквально. Ну, вот сейчас там, допустим, вот прямо сейчас очередная революция в Колумбии. Как вы думаете, что там происходит? Там точно так же вот сейчас фильтруют интернет, точно так же пытаются отсечь граждан от информации, точно так же скрывают, какое количество трупов сейчас валяется в Боготе на улицах. Миша, у меня вот вопрос такой, слушай. Ну, хорошо, мы как пользователи можем включить себе VPN-ы, а, например, могут ли там, не знаю, те же провайдеры, ну, вот, которые нам непосредственно оказывают услуги, взять и тоже, ну, уже включить там как-то чуть в большем масштабе VPN, хотя бы для того, чтобы шифровать вот этот DNS-трафик, то есть чуть помочь своим пользователям. Могут, но, насколько я понимаю, это, ну, как бы провайдеры же, они зависимые люди не потому, что они там трусливые, еще что-то такое, да, они зависимые, потому что инфраструктура, они же инфраструктурные вещи делают, то есть у них есть серверы, провода, железо, люди, самое главное. Вот, и они не могут нарушать законы, ну, просто потому, что у них придут и закроют бизнес. Слушай, ну, тут как бы хороший вопрос. Насколько я понимаю, закон пока сейчас нарушают ребята, которые подменяют DNS, потому что это нигде, по сути, прямо не прописано такое право. А вот шифровать DNS, мне кажется, это вполне нормальная история, вот как раз, которая не нарушает никакой законодатель. Может быть, да, может быть, в принципе, это возможно делать, да, ну, то есть они там создают какие-то свои VPN-ы для запросов поверх NSOT, вот, ну, наверное, да, это можно сделать, но это не все же, у вас, насколько я понимаю, все равно там основная масса людей сидит на Белотелекоме, ну, как самый большой провайдер, поэтому все равно там все решается. Вот, а так, да, наверное, можно сделать мелким провайдером, почему нет, можно сделать, да, такую штуку, ну, как бы технически. Ну, технически можно, да, еще раз, то есть насчет юридической не знаю, потому что вот этот раздрайз с законами, он же, еще раз, он же не только в Беларуси происходит, но и в России происходит, и в Казахстане происходит. В Казахстане, например, до сих пор нет никакого реестра. Сергей как раз про DOH и рассказывал, это бывший DOH, DNS over HTTPS, это, собственно, вот это, сейчас она будет называться по-новому Encrypted Client Hello. Я увидел просто в Телеграме стулу подсказочка, Сергей там как раз пишет. У меня Телеграм в другом окне. Вот, я не могу все прочитать, что он там написал. Короче, с законами сейчас идет какой-то бардак совершеннейший, и он происходит не только в Беларуси. Вот они сейчас, вот это то, что сейчас происходит, подмена ДНС, они делают это не потому, что это законами как-то определено, а потому что могут, ну потому что, а что вы сделаете, да? Вот они там сидят за этими, за, как их называют, космонавтами. Ну, у нас космонавтов, как у вас называют, этих полицейских в шлемах. Вот, они вот сидят за щитами где-то там, да? Вот вы до них добраться не сможете физически, а сжигать неверных ментов вы не пойдете. Ну, как это в Украине сделали в свое время. Вот, а и в России точно так же происходит. В России сейчас замедляют Твиттер. Вот, ну, это, ну, вот совсем смешно, Твиттер замедлять, да? Мы только хохочем все сидим, но Твиттер, правда, работает хуже. Вот, ну, чем он до этого работал. Но они вот его замедляют. В законах нигде вообще не сказано ни полслова о том, что что такое сейчас означает замедление Твиттера. Нет такого в законах. Но они его, тем не менее, замедляют. Почему? Ну, что могут. Потому что у них вот появилось вот это оборудование ТСПУ, внедренное на половине операторов. Они могут это сделать. Вот. И я думаю, что чем дальше, тем больше это будет выходить. Вот такой разнос. Вот, юридическая сторона дела будет касаться довольно мало. Ну, то есть, наверное, так это все и разваливается, да? Когда сама система расходится, вот она начинает вот идти в разнос. То есть, никакого закона. Вот, какой закон мы вам потом, там, не знаю, задним числом вам напишем закон. Или мы напишем такой закон, который там без бутылки его прочитать даже невозможно, как у нас делают. Вот. Ну, то есть, ты берешь, и реально я не понимаю, о чем они там вообще, собственно, писали. Вот. Потом начинают делать. Ах, вот вы что, как бы хотели, как бы написали это. На самом деле, если бы они начали делать совершенно противоположно, это то же самое было бы в этом законе как бы написано. Да? То есть, можно и так, и эдак прочитать. Вот именно вот такие законы сейчас они делаются. Я думаю, что в Беларуси мало чем отличается. Вот. Поэтому про законы, наверное, говорить вообще бессмысленно и бесполезно. И тут граждане, мне кажется, должны сами защищаться. Но вот мы можем еще попросить, допустим, тех людей, которые могут нам помочь, технологиями, по крайней мере. Ну, раз мы о технологии говорим. Вот, Миша, смотри, нам тут пишут комментарии, что как только появится ЕТЛС, то сразу будут повсеместные блокировки всего и всякого, так как у спецслужб больше не будет никаких других методов блокировки. А мы это уже проходили. Мы проходили это в августе. Ну, мы, я просто с вами же участвовал в этом во всем. Я тогда тоже самое эмоционально очень сильно пострадал от того, что происходило у вас. Вот. Мы это уже проходили. И в России это проходили, и в Беларуси происходили, и в Казахстане проходили, и во всех других многих-многих странах это все проходили, когда пытаются отключить интернет совсем. То есть, когда они дергают рычаг, вот обезьянка, когда она дергает рычаг, не понимая, что она делает, в конечном итоге она это просто рычаг отламывает, он ломается. Вот. И здесь они тоже могут, конечно, они не могут, они сделают это обязательно. Так все и будет. Они отключат, опять начнут что-то ломаться. Но их хватит ровно на 4 дня, как мы выяснили, собственно, по Беларуси. Почему? Потому что им самим тоже кушать хочется, потому что большая роль экономической жизни вообще всех стран современной в 21 веке, она очень сильно завязана на интернет. И чем дальше, тем больше она завязана на интернет. Вот так вот дергая рычаг, они рискуют поломать что-то, ну, помимо там уже упомянутых банковских систем. Они сломают логистику, сломают снабжение продовольствием городов, сломают какую-нибудь телематику, вот. И когда там бахнет какая-нибудь очередная атомная станция, вот тогда все поймут, что, наверное, рычаг этот дергать не надо, раз ты не знаешь, как пользоваться этим рычагом. Вот у нас, собственно, вся надежда только на это. Да, спасибо. Извини, я отвлеклась на бота. Как раз вот там нам пишут вот эти сообщения про то, что... Про то, что да, если вот мы сейчас будем говорить про такие вещи и требовать каких-то действий от международных сетей, то вот есть шанс, что нам тогда просто все вот просто заблокируют. Тут, мне кажется, нет правильного ответа, потому что в любом случае... В любом случае, если кому-то будет надо блокировать, они будут блокировать. Какими только захотят способами, подменой ДНС, включением на полную катушку DPI, просто обрубанием проводов, не знаю, все зависит от конечной цели. Но то, что сейчас происходит вот сейчас ДНС-пуффингом в Беларуси, мне кажется, это такой еще один неприятный, неправильный звоночек о том, что в Беларуси пытаются ввести какую-то цензуру, и чем это дальше нам грозит, ну, это может чем угодно грозить, на самом деле. Ну, просто на самом деле мы же здесь собрались, просто чтобы предупредить, во-первых, пользователей, что вот действительно такая штука есть. Во-вторых, предупредить наших иностранных коллег о том, что, ну, как бы в России... Господи, в России, простите. Ну, я в России живу, поэтому мне, конечно, это ближе. В Беларуси происходит вот это вот. Это правда плохо, это правда нехорошо. И о нехороших вещах, конечно, должен узнать весь мир. И еще раз, это вопрос доверия. А раз, собственно, власти поступают таким образом, что им доверять нельзя, ну, и, наверное, во всем мире тоже доверять не должны. И, наверное, даже операторам связи, наверное, тоже не надо доверять. Вот когда они подключаются к тому же МЦОТу и тому же Белтелекому, да, что с ними вот какой-то разговор, наверное, надо провести беседу дополнительно, типа, ребята, не надо подменять ДНС. Это запрещено этикой Телекома. Ну, опять же, как бы то, о чем говорил Алексей, у нас и законы не очень работают, а этика, наверное, тем более сейчас пока что не работает. Леша, ты хочешь что-то добавить? Да, я, наверное, да, вопрос, да, вопрос заблокирует, не заблокирует. Смотрите, во-первых, как бы проблема, например, моя, как юриста, который вроде бы мог бы что-то попытаться с этим сделать, там, не знаю, на уровне Беларуси, там, или на международном уровне. То, что, ну, вот я как-то пытаюсь понять из этого разговора вообще, что происходит, да, но пока мне там человеческим языком не объяснят. Я, конечно, всех подробностей не вижу. Плюс к этому, вот мы, например, Михаила позвали рассказать те вещи, которые происходят в Беларуси. Ну, хотя, например, там, ну, вот Миша как-то точно с августа как-то изучил инфраструктуру белорусского интернета, но при этом понятно, что там есть какие-то свои особенности и так далее. Вот нам очень не хватает как раз-таки людей из этой, ну, из этой сферы, которые бы занимались белорусским интернетом и которые бы, например, меня как правозащитника-юриста, который занимается цифровыми свободами, вот как-то наставляли на, ну, как-то рассказывали, что же на самом деле там на техническом уровне происходит, для того, чтобы я бы мог это перевести на юридический язык и попробовать с этим что-то сделать. Ну, смотрите, как минимум рассказать об этом людям для того, чтобы они могли подготовиться, а как максимум включить какие-то юридические, правовые инструменты, чтобы с этой ситуацией бороться. Вот. И да, очень не хватает вот такого голоса из сообщества, но, опять же, благодаря цифровым наблюдателям, благодаря волонтерской инициативе вот эти все-таки сведения и вот эти инсайты, они попадают в публичное пространство, и так, в принципе, и должно быть. То есть интернет не должен быть какой-то закрытой игрушкой для спецслужб и операторов. Интернет, в общем, он должен работать для всех, и в том числе быть максимально прозрачным и в том числе безопасным для пользователей. Вот. Поэтому мы, как работали над этим, так и будем продолжать эту работу и надеемся, что к ней будет подключаться все больше и больше людей. Потому что, опять же, это, очевидно, нужно не только нам, но и всем белорусским пользователям. Да, спасибо, Алексей, за такую вводную. Я абсолютно с этим согласна. Будем рады новым людям, которые могут с нами об этом говорить. Предлагаю, в общем-то, на этом заканчивать. Миша, тебе большое спасибо за все то, что ты рассказал сегодня. Надеюсь, что нашим пользователям и нашим слушателям, слушательницам, тем, кто смотрел, стало чуть понятнее, что у нас происходит. Я еще, наверное, хочу сказать, что если вы правозащитник или правозащитница, журналист или журналистка, или активисты каких-то местных сообществ, и вам нужен VPN, вы все еще им не пользуетесь, вы можете обратиться к нам. Я ссылочку оставлю в комментариях к этому посту, и когда будет трансляция на YouTube, там еще вы можете обратиться к нам, написать заявку, и мы постараемся вам обеспечить хороший VPN-сервис для защиты вашей работы, ваших данных, всего того, что вы делаете в интернете. Если кто-то из наших спикеров хочет что-то добавить, сейчас самое время. Вопрос еще задают, я не буду называть фамилию, Михаил пишет, я на мне присылал эти сообщения, на телеграмм, в общий чатик. По поводу DNSSEC, тут просто небольшое недопонимание есть, как это все работает. DNSSEC работает между двумя зонами DNS. То есть корневой сервер DNS, рутовый, который ICANN поддерживает, или там RipeNCC, или кто угодно, вот есть рутовые сервера. Так вот, они между собой общаются по этому протоколу DNSSEC. И в том числе к каким-то серверам, где вот уже записи ведут вот этих непосредственных доменов, допустим, в зоне RU или в зоне BI. Вот ведут эти, вот они между собой DNSSEC общаются. А когда пользователь обращается к DNS с DNS-запросом к серверу, вот сейчас, пока сейчас, эти сообщения не шифруются. Собственно, мы о чем и говорим, что вот этот encrypted client hello, это новый стандарт интернета, который был предложен в августе, кстати, 20-го года. Он в декабре 20-го же года, он получил статус из экспериментальных, он получил статус, что это типа начинающий стандарт, и он теперь должен стать стандартом интернета. Это делается тогда, когда многие интернет-вендоры начинают поддерживать этот стандарт в своих решениях, в своем оборудовании, либо в софте. Вот, собственно, сейчас нам нужно, чтобы два основных разработчика браузеров начали поддерживать этот стандарт. Два основных – это Apple, это WebKit у них называется, браузер, и Chromium гугловский. Не Chrome, а Chromium движок. А на Chromium уже работает, собственно, Firefox, Opera, и кто там только не работает. По-моему, даже Microsoft Edge сейчас тоже работает на движке Chromium. Поэтому вот надо, чтобы Chromium включил в себя поддержку Encrypted Client Hello. Вот наша задача, чтобы они сделали это как можно быстрее. Они это сделают, но пока там они судятся и рядятся, это может пройти еще год. А за год у нас кого-нибудь посадят за это время. Понятно? Я в какой-то момент словил себя на мысль, что у меня мозг выключился. Ну, прости. Я вроде бы стараюсь вот как можно понять. Я же даже не... Нет, это здорово. У нас сейчас такой разговор, по сути, между гуманитариями и технарями, или как это можно правильно назвать, все так и должно быть. Мы обычно такое делали на форуме по управлению интернетом. Это именно оно и есть. И никакого диалога не получается. Диалоги только вот перешли в такие вот встречи. Так что, ну, в любом случае, спасибо за просвещение. Да, я еще, наверное, добавлю. У нас там такая дискуссия, в смысле, как это... У меня такой поток сообщений в бота по всем этим вопросам. Я приглашаю всех, кто хочет поговорить об этом в наш чатик цифровых наблюдателей. Я, опять же, ссылочку оставлю. Я думаю, что там можно будет поговорить и с Михаилом. Он там очень радостно и легко ответит и с нами, и познакомиться, и вообще пообщаться в этом более подробно. Вот. А на этом я пока что предлагаю нашу дискуссию закончить. Проблему мы обозначили. То, что Михаил говорил, мы тоже будем делать, обращаться в международные организации, оповестим их о том, что происходит. Вот. А пользователи и пользовательницы, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны, когда вы обращаетесь в интернет в Беларуси. И желательно, конечно, установить себе VPN и регулярно, постоянно его включать и лучше даже не отключать. Вот. Всем спасибо. Спасибо Миша, спасибо Алексей, что были с нами. Спасибо всем, кто нас послушал. Берегите себя. Всем пока. Пока. Пока.